Здорово, пацаны! Я сейчас нахожусь в городе Санкт-Петербург на Смоленско-Литеранском кладбище. Это очень старое кладбище, одно из первых в Санкт-Петербурге, основано в 1747 году, является памятником архитектуры. Здесь около 30 важнейших каких-то объектов, которые там внесены в какие-то там, не знаю, короче, неважно. Очень здесь круто, пацаны, очень старые могилы здесь. И оно еще, кстати, называется немецким кладбищем, потому что вот я здесь походил, тут очень много немецких фамилий и склепы такие семейные, всякие тут крутые. Немцы богатые хоронились, захоранивались. Ну, при Советском Союзе, я так понимаю, здесь все ломали, отсюда мрамор перли, там, я не знаю, особняки на какие-то, я не знаю. Брусчатка, обратите внимание, брусчатка вообще древнейшая. Вот у нас в городе Орли тоже была такая брусчатка на улице Ленина, но какой-то умник ее выковырил все и, наверное, развезли по дачам. Вот простые, там, кирпичи сейчас, там, я не знаю, какие-то бетонные сделали. А здесь вообще нереально. Я вот в кедах хожу, прям каждый, каждый камешек этой брусчатки прочувствовал, вообще круто. Вот пройдемте, я вам сейчас покажу. Там какие-то могилы вице-адмиралов и генерал-майоров, по-моему, каких-то немцев дворянского происхождения, которые на благо Российской империи служили. Вот, по левой стороне, да, вот, пожалуйста. Вот, здесь захоронен вице-адмирал Иссен. Вот, наверное, тут еще и, скорее всего, супруга его лежит. А вот, пожалуйста, генерал-майор артиллерии Александр Карлович Шубе. Он в истории проходит, я как-то наталкивался, да, вот ихний там семейный герб. Сразу видно, что у него предки были рыцарского звания какие-то, потому что только рыцари имели свой герб. Вот это его герб. Вот у него такой серьезный памятник. Я не знаю, что там вот внутри должно было быть, то ли Вечный Огонь, то ли какие-то там, я не знаю, что там должно быть, кто знает, может написать. Я лично не знаю, пока не читал, не в курсе. Также здесь я походил, но уже далеко туда возвращаться, нашел могилу Агафона Фаберже, основателя дома Фаберже. Ну, кто такой Фаберже знает? У нас, кстати, в Орле ведущая группа по скопанку, ядь с Фаберже, наверное, знаете. Неплохо было бы здесь клип какой-нибудь отснять и песню написать в памяти Агафона Фаберже. Круто было бы. Вот, пожалуйста, какой-то Густав Адольф Боинг. Как у него фамилия? Боинг. Блин, не выговоришь даже. Короче, немцам очень много. Оно считается немецкое, липеранское. Но здесь я тоже и христиане смотрю. Кресты православные тоже стоят. Вот это вот что-то такое. Оно, ну вот это вот какой-то поляк, вот, пожалуйста. Ганмар, короче, пилацкий. Какой-то поляк. Не знаю, кто такой, без понятия. А вот, пожалуйста, семейный склеп Эдуарда Фердинандовича Дитвальда. Вон он весь обрушился. Как бы там уже, наверное, все по повытащили ценно. Тут мародеров хватало, я так понимаю. Ну, есть и, конечно, простые могилы. Но в основном вот все такие под пудами лежат граждане. Вот, обратите внимание, склепы, вот они проваленные все. Очень атмосферное место, могу сказать. Вообще, дух такой старины, незабываемый. И довольно-таки убрано. Вот какие-то камни вообще. Тоже вот какие-то немцы лежат. Луиза какая-то, и Вальдемар. Грандаль какие-то. А кто это у нас здесь похож? Что там на немецком, Ди, Де Фрэнш, что-то там. А, что, друзья, помню, типа того, наверное, скорее всего. Непонятно, кто какой-то знак. Ну, какая-то гильдия, что ли, знак какой-то гильдии, скорее всего. Пацаны, я обнаружил могилу очень интересного человека. Товарища Чистякова, мастера Стахановца. Вот у него цепочки тут, т-д-д-д. Ему благодарность АТТР какого-то там завода имени Ленина. Вот, пацанам из группы Стахановцы большой привет. И знайте, что вот в Санкт-Петербурге есть могила мастера Стахановца. У него очень интересный памятник. Покажите, пожалуйста. Памятник очень необычный. Тут какие-то супер колеса зубчатые завертелись в башке. Как-то так. А в группе Стахановцы будет повод хороший написать песню про мастера Стахановца Чистякова, который лежит в Питере на кладбище. Вот, смотри, какой-то тоже отбыл. А кто же это такой-то? Какой-то наш. Стенбок какой-то. Непонятно, но тоже семейный стрельфер проводит. А вот такой-то супер солейский, солейский, наверное, гораздо больше ему лет было. Вот, смотрите, вот кругом кресты лежат, раскиданные. Кладбище, конечно, реконструируют, но тут работа и работа. Это надо денег выделять в кучах. Ну, вот, довольно-таки какие-то, наверное, свежие и поправленные могилы. Наверное, родственники какие-то нашлись. Наверное, до сих пор в Петербурге живут. Свеженькие, поправленные. А вот есть древние. Вообще непонятно, тут уже и надписей нет, и ничего. Какие-то камни вот тут такие великие. Так что, ребята, если кто будет в Санкт-Петербурге проездом, обязательно съездите на Смоленское-Литеранское кладбище. Тут довольно-таки прикольно. Там есть, конечно, ухоженные улицы с лавочками. Можно здесь посидеть, отдохнуть, время провести как бы. Это от центра не столь далеко. И с Грибоедовского канала мы всего лишь за такси заплатили 200 рублей. Это не столь дорого. У нас тут в городе, от моего района до центра берут по 260, а ехать всего 3 минуты. А здесь мы ехали полчаса, 200 рублей взяли. Вообще отличный сервис. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!